Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Российское антидопинговое агентство Русада в сентябре проверило на допинг 18 российских фигуристов. Это является максимальным числом с начала года. На допинг проверены Карина Акопова, Егор Базин, Петр Гуменник, Денис Хадыкин, Марк Кондратюк, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Никита Рахманин, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Ксения Синицына, Анастасия Скобцова, Евгения Тарасова и Александра Трусова. А вот для Джонатана Гурейра эта проверка стала второй за этот год, а также проверили Михаила Коляду, для него это и вовсе третья проверка за 2021 год. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Этот сезон очень сложно начался для пар выступающих в танцах на льду. Все лидеры имеют проблемы и до сих пор не выступили ни на одном международном турнире, да даже выступая на внутренних турнирах вынуждены сниматься с половины пути. Чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Кацалапов пропустили первый этап Кубка России из-за изменений в программе, которые решили провести после контрольных прокатов в Челябинске. Затем все ожидали их на втором этапе Кубка России, но там пара исполнила ритм танец, получила рекордные баллы, но из-за сорванной спины у партнера ребята снялись с турнира. Еще одна сильнейшая пара сборной Александра Степанова и Иван Букин отказались от контрольных прокатов и турнира Финляндия Трофи из-за последствий ангины у партнерши. Еще летом пара планировала участие в нескольких международных турнирах до этапа Гран-при, чтобы накатать программы, но совсем недавно тренер пары Ирина Жук признала, что международных стартов, в которых Саша с Ваней могли бы принять участие, больше не осталось. Дуэт хочет пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, то они поедут сразу на Гран-при в Италию в начале ноября. Еще один дуэт Тиффани Загорский и Джонатан Гурейро последовательно переболели. Было смазано межсезонье, а в октябре в инфекционную больницу попала партнерша. Из-за этого фигуристам пришлось сняться с этапа Гран-при в США и сразу лишиться шансов на финал. Проблемы со здоровьем привели к тому, что ни одна из топовых российских пар еще не встречалась с мировыми лидерами. Но настораживает не только это, на контрольных прокатах зрителям показали только три танца из шести, так как Загорский и Гурейро не показывали произвольный танец, так как он еще был не готов, а Степанова и Букин вовсе не выступали в Челябинске. Нам остается только надеяться, что пары смогут восстановиться от травм и болезней, ведь в последние недели сводка новостей о российских танцах на льду из медальной превратилась в больничную. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.